Спасибо, очень большое привилегие быть в Новой Церкви. Для меня я хочу сразу прочитать стих из Библии, и это будет наш основной текст сегодня. Это стих, взятый из пророка Исаия, 60 глава, 22 стих. И звучит этот стих так. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время. Мы сейчас будем смотреть короткий ролик, и потом будем много рассуждать, и в конце будем возвращаться к этой стихе. Пожалуйста, получите. Раньше только час Слова Божьего перейдем на нашем языке, и час не был переведен. И когда миссионеры приехали учить нас, если тот час, из которой они учили, был переведен, нам было понятно. Но если они учили из час, который не был переведен, мы не могли понять, о чем идет речь, и наши сердца были очень тяжелыми. Но теперь мы будем иметь Слово Божие от Матфея до Откровения на нашем языке, и наши сердца больше не тяжелыми. В марте 2010 года племя Кимял собирается, чтобы принимать Слово Божие, напечатанное впервые на их языке. Слово Божие. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Будем молиться. И пастор типа просит всех закрывать глаза. О Боже, о Боже, план, который был у Тебя от начала в отношении кимьялы, который существовал в Твоем духе, месяц, который Ты приготовил, день, который Ты предназначил, сегодня наступил. О мой отец, мой отец. Обещание, которое Ты дал Симеону, что он увидит Иисуса Христа и поддержать Его в своих руках перед своей смертью, я также ждал под этим же обещанием, о Боже. И Ты посмотрел на все языки и выбирал, какие будут иметь Слово Твое на своем языке. И Ты подумал, что мы должны видеть Твое Слово на нашем языке. сегодня этот день, который Ты избирал, исполнилось. И, Господи, сегодня Ты положил Своё Слово в моих руках. Ты положил Своё Слово в моей земле. И за все это, о Боже, я прославляю Тебя. Сегодня мы получили награду, за которую мы трудились. Салом 125 говорит, кто сеется слезами, пожнёт радостью руку. И сегодня мы пожинаем плода ноша, который мы несли. И я радуюсь вместе с моим народом. Бог удивительный Бог. Он дал нам этот чудесный подарок. Своё Слово. Мы получили Библию. Мы имеем Библию на нашем языке. Все Божьи слова на нашем языке. И мы её приняли с радостным сердцем. Посмотрите на пожилые женщины. Они принимают Слово Божие сегодня. Они передадут своим детям. И своим внучкам и внукам. Я передам моим детям и Слово сохранить их на путь праведности. И когда нас не будет, наши дети передадут своим детям. Я славлю Его, потому что Он мой Бог и мой Отец. И потому что Он принёс мне свет истинный. И это свет вечный. И светит отныне во веки. Откровение 5.13 Тому, сидящему на троне, и анкцию благословения, и честь, и славу во веки веков. Дорогие мои, мы имеем удивительные привилегии, потому что есть Библия, которой мы можем дорожить, которую мы можем читать, которую мы можем понимать. Мы должны быть очень-очень внимательны к тому, что написано в этой книге. Я коротко хочу рассказать о своей жизни. Родился я в Индонезии. Индонезия достаточно большая страна. Многие не знают, что это 240 миллионов. Я родился на острове Ява. Там живут 130 миллионов. В России 140 миллионов. Самая большая страна в мире. А на этом острове 130 миллионов. Когда мне было 3 месяца, мои родители переехали на острове Новый Гвинеи. И мой отец-лингвист, он искал премию, для которой он бы перевел Библию. И по этой реке живут по 3-4 племена. Надо было выбирать один из них. А потом надо было поехать туда вместе с мамой и вместе со мной. И первый раз два дня на такой лодке мы катались, чтобы добираться до племя. И вот как нас приняли. Очень была большая радость. И вечером были ночные танцы, и они танцевали где-то с 8 вечера и до 6 утра. Вот как нас приняли. Я это, конечно, не помню. Я был слишком маленький, где-то годик. Но отец мой, он лингвист, и он ходил по деревне, записал речь людей. И потом пошел домой и анализировал. И первым делом надо было написать алфавит для этого языка, для этого народа. 22 буквы, получается, над латинскими буквами, потому что в Индонезии используют вот эти латинские буквы. Моя мама медсестра, и она помогала людям со своими болезнями и другие проблемы. Но переводить Библию для людей, которые не умеют читать и писать, это бессмысленно. И поэтому один из первых проектов, это был научить людей писать и читать. И мама написала 5 томов, чтобы научить людей читать и писать. Но нельзя было всю свою жизнь тратить на то, чтобы учить людей читать и писать. Поэтому следующая задача была написать трехтомник, чтобы научить учителей, чтобы они могли сами научить остальные народы читать и писать. Потом надо было сочинять кучу книг, чтобы было что читать и писать, потому что занятие перевода Библии — это очень длительный процесс. Но, слава Богу, отец мой наконец-то мог начинать переводить Евангелие Марка. И один вечер, после того, как он вместе со своим помощником, его зовут Тимбат, вечером Тимбат сидел у себя дома и начал размышлять о тексте, который они перевели. И он начал размышлять о том, что Иисус Христос умер за грехи всего людей на земле. Но у него был в этот вечер откровение о том, что Иисус Христос умер не просто за грехи всего мира, но умер лично за его грехи. И он разбудил свою жену и сказал, «Посмотри, что я нашел, посмотри, что Дух Божий мне открыл». Он говорит, «Иисус умер за наши грехи с тобой». И ночью в своем доме они помолились молить о покаянии. И только на следующий день пришли и рассказали, что случилось с ними, моим родителям. Потом, очень интересно, Бог сделал, мой отец лингвист, он не проповедник. И Тимбат, он стал проповедником, а мой отец его наставлял. И вот таким образом Бог работал в это время. Потом люди стали собираться на поклонение. И Бог очень удивительным образом благословил, и первое хрящение было 77 человек. Это было начало церковь в это племя. Слава Богу, что Он действительно делает великие дела. Дорогие друзья, я хочу сегодня с вами рассуждать чуть-чуть о понимании обетованной земля. Знаете, я вырос в христианской семье, в миссионерской семье. И все мои жизни создалось вот такое впечатление, что обетованная земля — это как образ неба. Но недавно я стал больше об этом думать. И очень интересно, что если вспоминать путь Израиля, когда они ходили от египетские рабства, и сторону вот этой обетованной земли, это занимало от первой главы исхода и до 13 главы числа. А в числе написано, как Моисея отправил 12, ну, в современном языком, скажем, шпионы, чтобы изучать, что находится, и действительно ли это обетованная земля, земля, которая стечет в лаком и медом. И эти 12 исследователей, они вернулись и действительно подтвердили, что так и есть, земля очень хорошая. Но они начали сеять сомнения в людях. И мы хорошо помним эту историю, когда они увели вес народа, и народ сказал Моисею, «Нет, мы боимся, там эти гиганты, там эти страшные люди, мы не сможем это все сделать». И случилось очень страшное. Они были непослушными Богу, и они ушли в пустыню. Они побродили там 40 лет, и потом, в конце концов, Бог их вернул. И второй раз они уже все вместе перешли к Иордану, и тогда они заимели вот эту обетованную землю. И почему-то все мои крестьянские жизни, и в песнях, и в разных их рассуждениях, но как будто обетованная земля — это небо. Но я начал думать, неужели это действительно так? Неужели обетованная земля — это что-то на будущее? И я начал думать, что они должны были завоевать эту обетованную землю, а небо разве мы должны завоевать? А потом я начал думать, что они должны были защитить границы своей этой земли, когда филистемляне и другие приходили. Разве небо мы будем защитить? А потом я начал подумать, а на небо разве мы будем сеять, пахать землю и сеять семена, и поливать, и потом собирать жатву? Написано, что в Откровении вытекает из небес Иерусалим река, и вдоль река деревья дают плодать 12 раз в год. Значит, яблоки будут не только летом, а будут каждый месяц. И удивительно, я думал, нет, получается, в Палестине они должны были сеять, они должны были все это работать, делать. И я начал думать, неужели получается, что этот образ неправильный? Я хочу заявить, наверное, сегодня, что действительно мне кажется, этот образ неправильный. Потому что, что получается? Что тогда обетованная земля? Получается, что когда они ушли в пустыню, не написано, что Бог сказал, идите, пройдите 40 лет, а я подожду здесь. И когда уже ваши дети вырастут, тогда приходите, и я поведу вас в обетованную землю. Нет. Бог был вместе с ними в пустыне. И был это облако днем, и столб огненный ночью. И Бог был вместе с ними. И что получается? Бог не кидает своих детей. Но вот здесь я вижу огромнейшая разница. Разница между Детей Божьей, когда они вне послушания, а на самом деле, что был у них в пустыне. В пустыне был враги, которым надо было защищаться или атаковать, или как-то война. Была там в пустыне? Нет, потому что там нет людей. А сажать надо было? Нет. Был ман на небес, который падал каждый день. И всего лишь надо было уходить, где-то на полчаса есть собирать, кушать, покушать 30 минут. Ну и потом на весь день есть, что покушать. И каждый день так и было. И выясняется, что жизнь в пустыне — это как наши серии «Быдло» или серии «Будни», где мы просто идем на работу, а потом что-то еще. И очень-очень скучная жизнь. Война нет, ничего нет. Почти не надо работать, сидишь там, ну не на диване, конечно, но в палатке. И жизнь, ну почти шоколадная такая жизнь, но очень-очень скучная. А жизнь в обитованную землю — это жизнь в послушании. И вот какие у них были приключения, когда они вошли в обитованную землю. Один раз война они вели так, другой раз война по-другому. И каждый раз было в разной ситуации. Но когда они были в послушании, они увидели великие чудеса Божьи. Но когда они стали жить вне послушания, тогда жизнь совершенно изменилась, и Бог стал наказать по-разному. Иногда враги победили на них, иногда они попали в плен и так далее. Дорогие мои, очень-очень важно нам понять, что жизнь в обитованную землю — это жизнь в послушании Богу сегодня и сейчас. Иногда, когда я читаю Библию, я думаю, есть ли задания, которые Бог нам дает, которые нам нереально выполняют. И есть один из таких заданий, как мне кажется, и это находится в Новом Завете, это 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих и ниже. Написано, «Итак, прежде всего, прощу совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков». Я знаю один человек, который мне говорит, «Дэвид, я уже 7 лет молюсь о всех человеках ежедневно». И хочу сказать, это, наверное, уже есть некий подвиг, потому что я не знаю многих людей, которые сумеют так стабильно молиться ежедневно и так молиться постоянно о всех человеках. Но мне кажется, апостол Павел хотел нечто другое сказать нам именно в этом стихе. Когда он пишет, чтобы был молитв и прощение, моления за всех человеков, мне кажется, он говорит, чтобы мы молились о каждом человеке на земле поименно, индивидуально. А теперь скажи мне, это реальная задача? Вспоминается момент, когда люди вышли из города послушать, что Иисус говорит. И апостолы увидели, ученики увидели, что время уже поздно, и они приходили к Иисусу, и сказали, «Иисус, отпусти их, они голодные». А что Иисус сказал? Иисус сказал, «Вы их кормите». Они посмотрели на него вот такими глазами и сказали, «Это нам не по силу. Даже зарплаты двух месяцев не хватает, чтобы кормить все эти людей». Нет, это нам не по силу. Ну, а что Иисус сказал? «Вы их кормите». И вот они тогда начали собирать то, что у них было. А что у них было? У них было пять хлебов и две рыбки. И тогда Иисус взял то, что у них было, Иисус благословил, и это все умножалось. Дорогие мои, если Бог дает нам такое задание, чтобы помолиться, через апостол Павел написано, «Прежде всего, прошу, очень-очень-очень прощу, чтобы было моление». И не просто моление, и прощение, и не просто прощение, и мольба, и благодарение за всех человеков. Кажется, нереально. Кажется, нереально. Но Господь это хочет. Почему Он это хочет? Я вырос в миссионерской семье, но за последние четыре года я реально пришел к выводу, что это самое главное, что есть на сердце Бога. И удивительно, что и в послании Петра Петр написал, «Не мерить Господь исполнением обетования, как некоторые почитают тут медлением». Ему задал и вопрос, когда же Господь придет? Где же Он? Он обещал возвращаться так же, как Он вознесся, и это было 20-30 лет назад. Где же Он? И Петр пишет, но Он долго терпит нас. Почему Он терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию? А как они придут к покаянию, если мы о людях не помолимся? И дальше в этом стихе, вот Павел пишет те же самые слова, что это угодно Богу, Спасителю, потому что Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к спасению. Дорогие мои, воля Божия есть в том, чтобы все людей пришли к спасению. Теперь мы возвращаемся к нашему стиху. Исайя 60, 22. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это свое время». Я сначала думал, это пророчество на будущее, или это пророчество уже исполнилось? Я сначала думал, что это пророчество на будущее, но когда я услышал следующее свидетельство, я понял, что это пророчество уже исполняется. И сейчас хочу чуть-чуть рассказать свидетельство как будто, но от лица вот тот человек, о ком буду рассказать. Ее зовут Ленора. Ленора родилась в Штатах, и у нее был любимый стих, и это стих Псалом 138, 16. «Твои книги записаны все дни и для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». И поэтому для Бога не было сюрприз, когда я, Ленора, заболела полиомиллилитом. И кто в старшее поколение знает, что это за болезнь, это когда все мышцы неправильно работают, и дети ставили на дыхательный аппарат, что они могли остаться живой. Но спустя 9 месяцев Ленора смогла идти домой. И вот как она ушла домой, и ей пришлось снова научиться ходить, ну, кое-как научилась ходить. Но Бог продолжал, ну, говорить к ней через Библию. И Исайя 42, 10, запал в ее сердце. «Пойте Господу новой песни, хвалуй Ему от концов земли, вы плавающие по морю, и все наполняющие его острова, и живущие на них». И Ленора поняла в 9 лет, что она должна стать миссионеркой. А кто был против больше всего? Мама, конечно, Ленора, какая ты миссионерка! Но Ленора не отступилась от своих призваний, и, конечно, Ленора попала в те же самые острые Новые Венеи, где трудился Мои родители. Если мои родители трудились ближе к берегу океана, Ленора трудилась в горах. И вот деревня, куда переселилась Ленора, Божья природа, везде очень красиво, и там в Новом Венеи тоже очень красиво. Но есть один момент, который вы должны знать о ситуации, куда попала Ленора. Были уже другие миссионеры, которые поступили трудиться в этом народе, в отопление. И вот фотографии первую семью, который поехал трудиться в эту семью. И вот здесь вы видите мама, папа и четверо детей. А на самом деле там 5 человек детей, потому что мама беременная. И случилась трагедия, когда папа был на миссионерском путешествии в другой деревне, и его там убили. И мама осталась одинокая вместе с 5 детьми. Я знаю, что там был 5 человек, потому что я учился в одном школе, вместе с последним ребенком. И это говорит, что она осталась там в Новом Венеи, а не поехала домой в Америку. Просто потрясающе. Приехала и вторая пара миссионерей. Они по другой причине уехали. Приехала и третья пара миссионерей. Они только покидали вот это племя. И Ленора была где-то четвертой, пятой, который стал благодетствовать в это племя. Ленора, как всей миссионерии, ей пришлось начинать с изучения языком. И потом она могла начинать рассказать о Боге. Но в нее очень полюбили. И я начал ее нести туда-сюда, как ковчег Господня. Четыре мужчины на такие две палки. Вот как ее полюбили, как Бог благословил. Однажды, когда она вернулась из города, чтобы купить какие-то продукты или что-то, она услышала, что ей дали кличка. И кличка, это была Кривоножка. И ей было очень-очень обидно. Она думала, ну как же так? Я же знаю, что мои ноги кривые, и они будут теперь напоминать мне при каждой встрече до конца моей жизни. Но однажды она нашла момент, чтобы спрашивать человека, с которым она была достаточно близко. и когда она задала вопрос, ну все-таки, ну почему вы дали мне такую кличку? Вот что ее ответили. Твои кривые ноги важны для нас. В наших деревнях люди с больными ногами не могут покинуть долину. Но даже с твоими больными ногами Бог привел тебя сюда, чтобы принести нам Его Слово. Миссионеры со здоровыми ногами приезжали и уезжали. А тебе, Кривоножка, Бог помог остаться с нами. Он сделал все это, потому что Он любит нас. И я, Ленор, подумала, Кривоножка, какое прекрасное прозвище. Все те люди, которые говорили, что стать миссионеркой для меня невозможно, не понялись. Мои ноги не препятствие, а инструмент в Божьих руках. Дорогие друзья, это просто потрясающе. Как Бог может взять любой инструмент? И как в нашем стихе написано, «Из малого сделают тысячи, а самого слабого — сильный народ». И вот Ленора, она начала говорить о Боге. Ее возили в разных деревнях. Она стала печатать Слово Божие. В компьютере миссионеры, такие тоже продвинутые люди, используют самую современную технику. Основалась церковь. Но Ленора заболела постмиллилитным синдромом. И ей пришлось возвращаться в Америку. Это тоже длинная история, кто завершил вот этот перевод. Но Бог действительно делает все это. И какая радость была у людей, когда они получили вот эту Библию. И вот Исайя 12, 14 написано, «Скажите в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого — сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Дорогие друзья, у меня есть сегодня с собой то, что я называю «волшебная Библия». На моем телефоне у меня есть где-то 10 переводов в Новый Зар... Нет, всю Библию, где-то 10 переводов. Но эта Библия волшебная. Просто удивительная Библия. Потому что эта Библия написана на больше, чем 1700 языках сразу. 1700 языках сразу. В одной Библии. Классная Библия. 150,000 лавочек. Нет. Да. 17. 17. Все страницы пустые. Потому что действительно сегодня еще осталось 1700 народы, которые не имеют ни одного слова на своем языке из Библии. Ни один стих. И вот так читают Библию все эти люди. Удивительно. Из этой 1700 где-то 80 из них находятся внутри нашей границы. 86 кто-то скажет, Дэвид, но они все говорят на русском языке. Я тоже говорю на русском языке. Но я могу сказать, что мне поклоняться Богу намного, как сказать, интимно или нам имеет намного больше смысл, когда я поклоняюсь на английском языке. и каждый народ хочет прославлять Богу на своем разном языке. В Индонезии ситуация выглядит вот примерно так. 700 языков, а из них уже 500 имеют Слово Божие. И две из этой точки, одна точка это мои родители, другая точка это Ленора, и еще 500 зеленых точек. но еще осталось 200 красных точек. Это народы, которые не имеют слова Божия на своем родном языке. И это достаточно радостно, потому что труд идет, и есть хороший прогресс. Дорогие мои, когда я увидел следующую карту, мне сердце просто сломается. Это Индия. 2200 народ живут в Индии. Из них где-то 200 имеют церковь, а еще 2018 красные точечки. Это в 21 веке. Это в 21 веке. Дорогие мои, работа очень большая. И на самом деле я не пришел сюда, чтобы убедить вас поехать миссионерами в Индонезию, в Индию или куда-то еще. Уссирийский дом 5. Как вы думаете, что это такое? Это дом, который я зарегистрировал. Это мой московский прописка. Я женился на русскую девушку. В ее доме 430 квартир, 12 подъездов. Я посчитал, что если 3 человек, я думаю, что минимум 3 человек в каждом квартире, а может быть больше, но если 3 человек в каждом квартире, это 1200 человек в одном доме. Племя, до которой мои родители перевели Новый Завет, числится где-то в 1100 человек, в 1200 человек. столько же, как живут в одном доме. А я вам скажу, что найдутся миссионеры, которые поедут и в Индию, и в Индонезию. Но вот вам вопрос. Найдется миссионер, который придет и будет благовествовать те, которые живут в вашем доме. Найдутся миссионеры, которые приедут откуда-то, чтобы молиться об этих людей. Сердце Бога просто рвется, потому что заблудшие дети Адама, находящиеся, живущие здесь, в Москве, еще не вернулись домой. Можно посчитать статистики, в Москве умирает где-то 700 человек ежедневно. В месяц это где-то 20 тысяч, в год это 240 тысяч. За 4 года уходит в иной мир миллион человек только в нашем городе. Кто будет молиться поименно об этих людях? Кто будет сказать им, что есть благая весть не в пустую Библию, а в Библии, который напечатан на русском языке? Кто будет это делать? Кажется, что задание, которое апостол Павел нам дал, что это нереальные задания. Но с Божьей помощь нет таких заданий. И Библия четко показывает и говорит нам, что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Мы не можем сказать, что мы были такими хорошими, и поэтому Божьей милости открылся нам. Я уверен, что кто-то о вас молился. Если спрашивать сейчас, чтобы каждый стал и рассказал свои свидетельства, я уверен, что в каждом свидетельстве вы скажете, что кто-то о вас молился. Кто-то пришел, стучал, кто-то пришел, подарил вам Библию, кто-то лично пришел благовестный, кто-то записал радиопрограммы, чтобы вы могли радиопрограммы. Дорогие мои, мы отвечаем за те людей, которые живут вокруг нас. Что было бы с Ленора, если она не поехала в Индонезию? Скажи, какая у нее была бы жизнь? Я вас уверяю, самой скучной жизни на Земле. Она бы сидела у телевизора, она бы читала какие-то книги, и может быть, она бы получила какие-то миссионерские писем от далеких миссионеров, и какой-то час в свое время она бы помолилась о них. Но Ленора услышала призыв Господа, и она находилась в центре воли Божьей, и она жила все свои жизни в обетованной земле, где течет молоком и медом, потому что это и есть место, самое лучшее место на земле. Никто не сказал, что жизнь в обетованной земле будет легкой, никто не сказал, что это будет шоколадная жизнь, как в пустыне, в небо слушания. Дорогие мои, мы должны изучать Библию, и написано в Библии, познавайте, что есть воля Божия, и когда мы познаем волю Божию и исполняем вот это и есть обетованная земля, это не небо на будущее, это сегодня, здесь и сейчас. и Бог нас с вами призвал, чтобы мы переживали, чтобы мы плакали, умоляли, Господи, дай второй шанс, чтобы люди вернулись к себе. Дорогие мои, Бог просит, Бог хочет, Бог хочет трудиться через нас. Как мы будем отвечать? Нам выбирать жить в непослушании в пустыне или в жизнь в послушании в обетованной земле. Спасибо, Дэвид.